На боль в спине жалуются практически все взрослые люди. И чаще всего причина в том, что мы мало двигаемся. Но есть и другой вариант. В позвоночнике появилась грыжа, которая причиняет боль. На поясничный отдел позвоночника ложатся самые большие нагрузки. Именно поэтому грыжа в этом отделе явление очень распространённое. Спровоцировать её появление могут физические нагрузки чрезмерные, травмы заболевания позвоночника, нарушение обмена веществ и врождённые особенности. Грыжа действительно заявляет о себе нестерпимой болью. Естественно, ограничивает подвижность человека. И вот если на ранних стадиях развития грыжи заняться лечебной физкультурой, то можно, во-первых, уменьшить её развитие, во-вторых, вообще, в принципе, значительно улучшить своё состояние. Ну и в этом нам поможет инструктор по лечебной физкультуре у нас в студии Денис Мерко. Денис, ждём от вас рекомендации для тех, у кого есть небольшая грыжа в поясничном отделе позвоночника. Первое, что здесь нужно будет, обратиться сразу к специалисту, то есть к неврологу, да, чтобы обозначить ситуацию. Он может посмотреть, какая это грыжа, потому что они бывают разные. Есть грыжи, которые там будут защемлять нервный крышок, есть, которые вообще не защемляют, они, возможно, даже бессимптомны. То есть у человека может быть просто находка на МРТ, у меня есть грыжа, человек переживательный, волнительный, может быть невротик. И тот биопсихосоциальный подход, который сейчас распространён как метод лечения, да, и рассматривание проблемы, он может сыграть роль, и человек, допустим, может обослиться грыжа, которая, в принципе, структурно ничего вообще не влияет. Поэтому первое, обратиться к специалисту. Второе, если у человека острый период, здесь нужно ограничить какие-то физически интенсивные упражнения, то есть скручивающие, ударную беговую нагрузку нужно снять. Вот, бытовую активность мы, как правило, не ограничиваем, то есть человек может спокойно, не ограничивая себя, двигаться, ходить. То есть даже дозированная ходьба здесь будет прекрасно дополнять это. Вот, и, в принципе, со специалистом подобрать потом, после того, когда закончится острый период, уже физические упражнения. Денис, давайте покажем, грыжа обычно формируется вот в этой части позвоночника. Наиболее распространенное место тогда будет район поясницы, L5-S1, вот эта зона, да. Так, и расскажите, если вдруг человек ходил в фитнес-клуб, привык заниматься регулярно спортом, но вот такое у него случилось, так что, отказаться от спорта теперь? Или всё-таки что-то да можно делать? Нет, в любом случае у нас физическая терапия, то есть упражнения, они являются первой линией консервативного лечения, то есть большинство проблем с грыжей, на самом деле, очень классно решается без операции абсолютно. То есть операция не обязательно, то есть можно очень хорошо и консервативно подойти. Вот, поэтому здесь будет важно обратиться к специалисту, чтобы он подобрал, оценил ситуацию, да, и подобрал соответствующие упражнения. Хорошо, а если человек, например, ну, в том же спортзале привык отягать большие веса, штангу-то уже, например, или гантели качать, или, может быть, у него работа связана с тем, что он мешки таскает на работе, что такому человеку мы скажем, если у него выставлен вот такой диагноз? Самая распространенная ошибка зачастую – это люди, которые пытаются себе как-то помочь, и за счет физической нагрузки, например, упражнения из растяжки, они пытаются растянуть спину, растянуть поясницу, место, где он не беспокоит, собственно, грыжа. Да, и в моменте он может стать лучше, но он в долгосроке, то есть они понимают, что становится только хуже. То есть обманчивая история. Как бы человек сделал растяжку, стало в моменте легче, а на следующий день, либо через неделю, в перерывах между тренировками становится только хуже, он ее обостряет. Поэтому это мнимое такое ощущение, что человеку становится в моменте легче. Поэтому мы растяжку исключаем, мы исключаем чрезмерную осевую и ударную нагрузку. И важным будет моментом, чтобы человек, допустим, выполняя какие-то физические упражнения, умел сохранять так называемое нейтральное положение позвоночника. Ну вы нас научите, я так полагаю. Да, я расскажу об этом, да. Прекрасно. Значит, физической нагрузки мы говорим все-таки нет. Имеется в виду подъем тяжести, в том числе в спортзале, да. А если работа связана с подъемом тяжести, так понимаю, придется менять работу? Ну, как минимум, если получится взять какое-то больничное, наверное, вот. А потом я все-таки покажу варианты, как можно снизить нагрузку на позвоночник, да, чтобы при этом, ну, мы минимизировали риски. Угу. То есть все-таки говорим нет. Ну, временно, да. Угу. Так, и вопрос, который волнует очень многих девушек. Неужели придется отказаться от обуви на каблуках? Ведь это действительно нагрузка не только на ноги, но и на позвоночник. Если мы стоим на каблуках, то, соответственно, мой общий центр масс уже переместился на носок, то есть на передний отдел стопы. И тем самым, кстати, мы его часто перегружаем, и различные проблемы, отойдут чью-то темы стоп, тоже касается, касаемо вот именно высоты каблука. И в этой ситуации у нас увеличится прогиб поясницы, и он может обострить, в принципе, грыжу. Поэтому в таких ситуациях, как правило, мы не можем запретить девушкам не ходить в каблуках. Но это можно сделать по каким-то поводу, но не на постоянной основе. И здесь хорошая рекомендация будет все-таки подбирать каблук все-таки чуть пониже по высоте. Это будет минимизировать нагрузку на поясничный отдел. Итак, дорогие девушки, все-таки обуви на каблуках, по крайней мере, ежедневно, регулярно, мы говорим нет. Это небезопасно при наличии грыжи в позвоночнике. Да, подъем тяжести – очень важный момент, конечно же. И смотрите, Денис, что мы для вас подготовили. Случается в жизни ситуация, когда все равно необходимо поднимать тяжести людям, у которых есть грыжи. Как это делать правильно? Самая распространенная проблема в быту, когда люди, и часто получают грыжи, кстати, вот в этом движении, когда, казалось бы, что-то несложное, не тяжелое, нам нужно поднять из пола. И они это делают с круглой спиной, абсолютно расслабившись, сделав это резко, быстро. И здесь они ловят неприятные ощущения, потом идут на МРТ, и им говорят, у вас грыжа, например. Поэтому это движение нужно сделать правильно, особенно если уже есть данная проблема. Нам нужно подсесть, то есть согнуть колени, сохранить спину прямой, взять, собственно, предмет, который упал, и поднять с прямой спины вверх. То есть мы должны подсаживаться, мы должны сгибать колени для того, чтобы поднять предмет, либо опустить. Кстати, Денис, покажите, как правильно даже поднимать вот тоже упавшее яблоко. Тоже же нужно уметь. Это же не просто так вот взял, согнулся с круглой спиной и поднял. Например, поднять яблоко, такая же позиция очень похожа, когда мы хотим завязать шнурки. И большинство людей, которые сделают с грыжи, у них сразу не могут сводить прострел, так называемый. Поэтому здесь нужно просто присесть на колено. Так, запоминаем. И, например, если мы хотим поднять яблоко, либо, например, завязать шнурки, мы завязали шнурки, можем себе ручки помочь, то есть опереться свободными руками за колено и с прямой спиной подняться вверх. Слушайте, да, вот она наука правильно жить. Спасибо вам, Денис, за это. Но мы не заканчиваем наш разговор. Самое интересное впереди. Денис, мы прекрасно знаем, что позвоночник нужно разгружать к концу дня. Как это делать правильно вообще? Как правило, это можно использовать два либо три раза. То есть достаточно. Как правило, хорошо это помогает в конце рабочего дня. Мы часто, возможно, этим пользуемся. Нам нужен коврик. Мы его сейчас расстелим. Я покажу, собственно, как это занимается позиция. То есть, Денис, я правильно понимаю, в конце рабочего дня хорошо полежать, но не на диване, друзья, не на кровати, а на гимнастическом коврике. И что при этом мы делаем? Я сымитирую ситуацию, которую может, в принципе, повторить любой у себя дома, например, либо, возможно, на рабочем месте всего позволяя, да. То есть нам нужно просто лечь на коврик. Это может быть даже и не коврик, а ковер дома у кого-то. Мы должны здесь ножки закинуть на какую-то возвышенность. Это может быть впереди диван, либо кресло. Но я сымитирую, покажу, как будто у него в работе окружает кресло. Вот. И в такой позиции мы спокойно просто лежим. То есть наши ноги будут на опоре сверху. Что это будет, разницы нет. Достаточно 5-10 минут, и вы почувствуете, что ваша спина разгружается и становится легче. То есть лежать, получается, тоже в конце рабочего дня нужно правильно. Вот так, как Денис это делает, это помогает разгрузиться уставшему заднюю позвоночнику. Да, у нас просто здесь происходит немножко сгибание поясницы, небольшое. И за счет этого у нас получается легкое облегчение. Денис, что еще важно выполнять, если у тебя грыжа позвоночника? Важно укреплять мышцы поверхностные, которые нам помогут в будущем, чтобы структуры стали сильнее. И мы потом не получали опять загружу, потому что у нас слабые мышцы, если очень просто объяснять. Поэтому важно укреплять целевую мышечную группу, например, мышцы пресса. Простое упражнение подойдет как в остром периоде, так и уже под острым, когда боль прошла. И можно укрепляться таким образом. Мы урочки ложим за голову и делаем обычное скручивание. Важно на выдохе подниматься медленно вверх, на вдохе плавно опускаться. Не нужно подниматься слишком высоко, не нужно прижимать поясницу, как многие рекомендуют. Нам нужно только согнуть немножко грудной отдел. Некоторые, кстати, считают, что чем ты поднимешься больше, тем и пресс, соответственно, будет чувствовать себя больше нагрузку, да, и, соответственно, будет быстрее результат. Но это неправильно. Да, в этом и смысл упражнения, что мы делаем частичное скручивание, то есть частичное движение, мы не делаем полный подъем, вот такой. Мы делаем коротенькое движение, то есть достаточно только оторвать лопатки и медленное лечь. Просто у человека, у которого есть грыжа, осыпь или поплодосый период, они так никогда не сделают, у них сразу же будет дискомфорт. Поэтому мы подбираем упражнение, которое мы можем выполнять без боли. Поэтому это подходит вариант. Второй вариант упражнения. Мы становимся на четвереньке. Кому легко могут взять гантели или любое отягощение, более простой вариант. Мы просто поднимаем руку одну вверх. Усложить можно чередуя, еще усложить можно скрестно, поднимаясь с ногой. В чем идея упражнения? Сохранить нейтральное положение поясницы, живот потянут, то есть нам нужно не двигаться пояснице, а двигать периферии. То есть либо ручками с ногами, либо можно сделать простых вариантах. Я показал только с рукой. Третье упражнение я хотел бы показать на самом деле простые обычные приседания. Я рекомендую использовать положение ноги чуть шире, для того, чтобы нагрузить те самые желанные ягодицы. Вообще, любой проблемой, если, допустим, мы не знаем, что делать, и не уйти ягодицу. Реально, универсальное средство. Такая позиция их лучше нагрузит, поэтому наша задача здесь сохранить положение корпуса нейтральным. То есть лопатки переведены и опущены, живот потянут. И с прямой спиной мы слегка отводим таз назад и медленно садимся на комфортную плиту. И встаем. Денис, давайте все-таки подчеркнем, какие плюсы будет приносить лечебная физкультура людям, у которых есть межпозвоночная грыжа. Лечебная физкультура будет улучшать кровообращение и обменные процессы в тканях. Так? Так. Лечебная физкультура будет способствовать укреплению каркаса. Лечебная физкультура будет способствовать уменьшению болевого синдрома. И лечебная физкультура будет способствовать большей подвижности позвоночника. Так ли это? Да. Все, в принципе, пункты, они реализуются. На самом деле, это то, о чем мы и говорили. То есть двигательная активность плюс упражнения, которые я показал. По факту все эти пункты, они там и реализуются. А я хочу добавить, что обязательно перед тем, как приступать к лечебной физкультуре, нужно обратиться за консультацией к специалисту и выполнять все его рекомендации. Ведь это обязательно снизит риск рецидива грыжи позвоночного диска. Ну, кстати, мне вот известен такой факт, что люди, у которых грыжа в позвоночнике, часто покупают, носят жесткие корсеты. Это правильное решение вопроса или нет все-таки? Нет, неправильно. У нас люди всегда пытаются найти какие-то пассивные методы лечения, чтобы не напрягаться на коврике, а лучше себя зафиксировать. И мне так становится лучше. Вот. Как бы проблему мы-то не решаем. То есть по факту упражнения, которые я показывал, они заточены на то, чтобы этот корсет создавать. А мы, получается, не хотим бы, нам проще этот корсет искусственно на себя, и как бы мы ничего не поменяли. Да, человеку станет легче, да, станет лучше, но стоит ему сделать какое-то движение, либо какое-то упражнение в жизни, либо какую-то физическую активность. То есть слабость мышц пресса, которую они не выполняют в упражнении, она не компенсируется вот этим. То есть, получается, все-таки нужно создавать мышечный корсет своими усилиями, благодаря тем упражнениям, в том числе, которые сегодня нам порекомендовал наш прекрасный эксперт. Денис, с вашей точки зрения, какую надо дать важную, главную рекомендацию, совет людям, у которых есть межпозвоночная грыжа? Не заниматься самолечением, своевременно обращаться к специалисту для понимания сути проблемы, и далее обращаться к инструктору методисту ОФК, к тренеру, который подберет специальные упражнения, и вы поймете, что на самом деле это эффективный способ обойтись без операции. Ну вот я поняла после беседы с нашим прекрасным экспертом, что по этой жизни важно идти не только красиво, но и правильно, да, держа правильную осанку и, конечно же, укрепляя позвоночник. За все важные жизненные советы мы благодарим инструктора по лечебной физкультуре Дениса Верко. Денис, спасибо. Приходите к нам еще. Очень здорово. До свидания.